Награждаться почутной грамотой областного совета ветеранов. Получить такую награду сегодня особенно приятно. У Лидии Ивановны двойной праздник – юбилей совета ветеранов и юбилей ее работы в нем. Работать в организации она начала с первого года ее основанием. Здесь собираются люди, с которыми я работала вместе. И после этого, ну, какое-то воодушевление такое. Хочется больше работать, лучше, ну, как-то жить и работать для людей. Таких желающих работать бескорыстно сегодня собралось более сотни. А по всей Вологодчине армия ветеранов насчитывает 45 отделений, состоят в которых около 13 тысяч человек. Наша организация пережила разные трудные годы вместе с нашим народом, потому что, знаете, перестройка. Потом у нас наступила новая эпоха, наступила 1991 года, когда были трудности с работой, с получением зарплат, пенсий. Вот в этот момент, конечно, мы оказывали большую помощь. Оказывать большую помощь организация ветеранов продолжает и сейчас. Насущные проблемы пенсионеров, нехватку льготных, лекарственных средств и продуктовое питание решают как самостоятельно, так и совместно с правительством. За все годы существования ветеранской организации она решает вопросы, сложные вопросы и проблемы старшего поколения. Я надеюсь, что тот опыт, который ветеранская организация сегодня имеет, он поможет в дальнейшем решении всех социальных проблем, которые будут возникать на территории района. А опыт за 25 лет накопился солидный. Чтобы его не забыть, к юбилею выпустили красную книгу «Сердце и памяти». Она стала своеобразной летописью организации. Материал собирали с 1986 и до конца 2011 годов. Как признаются авторы, пришлось пересмотреть все выпуски районной газеты «Маяк» и выбрать самое интересное и важное. Истории фотографий для нее приносили и сами ветераны. Да, вот работая над книжкой к юбилею ветеранской организации, наша небольшая группа в буквальном смысле дважды прожила вот эту четверть века. В этом издании не сухая хроника цифр и дат событий, там мнение людей, там отклики людей на вот то, что происходило в нашем районе или в стране. Тираж книги всего тысячи экземпляров. Но такую летопись сегодня вручили каждому ветерану. Большая часть будут переданы в библиотеки и школы, чтобы у будущего поколения был положительный пример для подражания. Здесь отерная сень, здесь высокие правы, здесь не так, кто не я, здесь отчизна моя. Алена Дербина, Максим Ташковец, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова